В Совет Центрального Федерального Округа войдут представители областных дум и ЗАГС Собраний. Новый коллегиальный орган позволит региональным инициативам быстрее попадать на федеральный уровень. А это значит, местные нововведения получат больше шансов на жизнь. Причем речь идет о действии того или иного закона в масштабах всей страны. Возглавил новый совет спикер Мосгордумы Виталий Платонов. Его заместителем выбран председатель ЗАГС Собрания Владимирской области Владимир Киселев. На совещании полпредпрезидента в ЦФО Александр Беглов также вручил Владимиру Киселеву орден дружбы. Соответствующий указ президента был подписан еще в декабре прошлого года. Спикер ЗАГС Собрания отметил, в вопросе продвижения законодательных инициатив наш регион имеет средние показатели. Около 6% всех предложений были одобрены Госдумой и Советом Федерации. Но этого недостаточно, уверен главный парламентарий Владимирской области. Много острых и злободневных вопросов остается без ответов. Работа в президиуме Совета Законодателей должна исправить ситуацию. Очень важно, что сегодня мы можем выносить на уровень Совета Законодателей, Президиума Совета Законодателей все свои больные вопросы. Потому что огромное количество проблем в регионах, огромное количество нерешаемых ситуаций. Совместная консолидированная работа, она позволяет власти федеральной более хорошо слышать регионы и более правильно понимать то, что у нас там происходит. Страна, Россия, это не только Москва, это в первую очередь регионы. Кроме этого вопроса, на заседании Президиума Законодателей страны говорили и о проблемах культуры. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что новый одноименный закон необходимо принять уже в этом году. Дополнительно нужно привести действующие законы в соответствие с федеральными. Большое внимание уделяется бизнесу. На него возлагают надежды в поддержке и развитии культуры. Мы все хорошо понимаем, что развитие культуры не может быть обеспечено только за счет бюджетных целей. Поэтому, на мой взгляд, нужно ускорить принятие законного умницы на статистику. А также с участием эксперта проработать вопросы, связанные с сильными возможностями поддержки культуры. Например, через институты национальных лотерей, филангологии. То есть, представление права предпринимателей, направляя часть своих налогов на реализацию социально значимых проектов. Одновременно Валентина Матвиенко попросила Сергея Нарышкина ускорить процесс рассмотрения тех инициатив от регионов и Совета Федерации, которые уже поступили в Госдуму. Совместные усилия, уверена Валентина Матвиенко, дадут ощутимые результаты.